Мы находимся в посольстве Украины в Казахстане. Сюда казахстанцы приносят одежду, медикаменты, бытовую химию. В общем, все, что хоть как-то может помочь людям, которые остаются в Украине и каждый день проживают войну. Некоторые украинцы просыпаться каждый день под взрывы не готовы, поэтому покидают страну. В основном это женщины, дети и старики. По данным ООН, с начала конфликта Украину покинули 2,5 миллионов человек. Международная организация по миграции прогнозирует, что число беженцев вырастет до 8 миллионов. Ольга Горбаченко бежала с сыном в Германию. Их приютила семейная пара. У 14-летнего Романа эпилепсия, и ему срочно нужна операция. Местная клиника обещает помочь. Моя мама, брат с сестрой. Моя мать, мои брат и сестра остались в Украине. И сейчас, когда я смотрю на эти кадры терактов и разрушений, больницы и детские сады расстреляны и разрушены. Мне очень больно смотреть на все это и думать о своей семье и людях, которые там остались. А это столица Польши, Варшава. Люди разбили лагеря прямо на центральном вокзале. Кто-то ждет поезд, чтобы уехать дальше, а другие просто пытаются как-то отвлечь детей. На месте работают психологи и волонтеры. О том, как ей вовремя удалось покинуть Украину, рассказала Елена Нагерняк. Мы шли пешком, эвакуировались в Буча, мы шли пешком в Верпень. И на следующий день эту улицу разбомбили. Если бы мы вышли на день позже, мы бы могли умереть. А в другой части Польши, в селе Медыка, женщины и дети разбили свой лагерь. Местные волонтеры раздают теплую одежду, горячее питание, предметы гигиены. Но жительница Киева Мария Бокова сейчас думает далеко не о комфорте. Я считаю, что дети не должны видеть убийства и не должны слышать взрывы бомб, падающие на их город. Поэтому мы приехали сюда и надеемся на какие-то перемены, что наша армия будет стоять до конца и что ей поможет Бог, а мы сможем вернуться на родину как можно скорее. Покинувших страну украинцев встречают и в Казахстане, пока эти люди прибывают к своим друзьям и родственникам. Но по словам волонтера Аделио Розалиновой, уже с завтрашнего дня страна начнет принимать их официально. Сейчас решается вопрос о присвоении им статуса беженцев. В Казахстане он выдается на год и наделяет человека почти такими же правами, как у гражданина страны. Разница в условиях трудоустройства. Беженец может быть только наемным работником и без пенсионных отчислений. Есть определенные контакты, пункты, которые помогут с расселением, с вещами первой необходимости, какими-то лекарствами. А дальше я также переговаривала с фондом ДОМ. Они сказали, что они держат руку на пульсе и через МОНРК будет решен вопрос по школам и садикам. Около 100 семей ожидается сейчас. Это вот пока вот такая вот есть рассылка по предварительной информации. Президент Казахстана поручил направить в Украину 82 тонны гуманитарной помощи, в том числе медикаменты, больше чем на 2 миллиона долларов. Несколько самолетов с гумпомощью, собранные казахстанцами, уже отправились в Украину ранее, что называется «С миру по нитке». Адиль Болтабаев, Ермек Махметов. Специально для студии 7.